Лабораторная работа, подготовка полетного задания для беспилотного для этого аппарата DJI Mavic Dual. Для того, чтобы составить полетное задание, выберем соответствующую иконку в панели управления, маршрут полета. Далее можно выбрать уже имеющиеся карты, которые были сделаны заранее. Можно импортировать KML файл, можно создать новый маршрут. Воспользуемся кнопкой «Создать новый маршрут». Далее есть несколько вариантов. Полет по точкам по кривой траектории, картография для ортофотоплана, геометрическая проекция вокруг какого-то объекта и задание на линейный полет. Воспользуемся функцией «Картография». Стоит отметить, что данный режим работает при подключении пульта к сети интернет. Подключить можно через Wi-Fi роутер, можно через мобильный интернет, если мы находимся в поле, раздать интернет с телефона. При подключенном интернете подгружается карта. Если используется KML файл, то также он будет подгружен. Далее нажимаем на данную территорию. Автоматически создается периметр полета. Мы видим размер данного квадрата. 676 метров на 674 метра. Далее можно выбрать тип камеры. Это будут две камеры использоваться Dual, или будет использоваться камера RGB, или камера только тепловизионная. Оставим вариант Marvel 2 Enterprise Dual, то есть чтобы одновременно снимали две камеры. Далее можно указать высоту полета, в данном случае указано 100 метров, скорость взлета, скорость полета, и что делать беспилотному летательному аппарату при завершении полетного задания. То есть позиционироваться, вернуться домой, провести посадку в точке завершения полетного задания, или вернуться в точку взлета. Я предпочитаю указать вернуться в точку взлета. Далее показаны географические координаты данного беспилотного аппарата. При завершении всех настроек можем вернуться к корректированию периметра полета. Далее при нажатии соответствующих кнопок карты можно изменить конфигурацию поля. Также можно добавить новые точки. Автоматически строится полет беспилотного летательного аппарата. Мы видим точку старта, мы видим точку финиша. После того, как произведены настройки периметра полета, мы видим, что у нас расстояние составляет 38 километров 515 метров. 2 часа 15 минут, 11 минут будет летать беспилотный летательный аппарат. 56 точек, 2113 фотографий сделать за данный полет. Конечно же, мы понимаем, что средняя продолжительность одного полета порядка 25 минут, поэтому рекомендуется уменьшить периметр полета для данного беспилотного летательного аппарата. При изменении мы видим, изменилось значение, теперь 6549 метров, продолжительность 22 минуты, 368 фотографий. После этого можем произвести сохранение данной задачи и вызвать ее на исполнение. Нажимаем соответствующие кнопки. После того, как откроется меню, можно произвести дополнительные настройки. Можем видеть зарядку дрона, что необходимо делать в случае завершения операции, что необходимо сделать дроном в случае неконтролируемого действия, то есть какого-то аварийного режима. Перед каждым полетом необходимо проверить данные настройки. После того, как все настройки проверены, нажимаем кнопку загрузить миссию полета. Далее нажимаем кнопку начать. После завершения настроек полетного задания и нажатия кнопки старт запускаются двигатели беспилотного аппарата и он уходит в полет в автоматическом режиме на указанную точку старта. При завершении полета мы указали, что беспилотный аппарат возвращался в точку старта. Происходит позиционирование беспилотного аппарата и посадка с точки старта. подпишись на канал. Продолжение следует... ... Продолжение следует...